Уильям Сомерсет Моем А позже вновь продолжил успешную карьеру драматурга После прихода к власти Гитлера Моем был вынужден перебраться в Голливуд Где работал над сценариями таких фильмов, как «Разрисованный вуаль», «Трио», «Письмо» и «Сэдди Томпсон» Но все же именно романы и пьесы сделали его одним из самых выдающихся прозаиков 20 века Об одном из лучших произведений Моема «Луна и грош» нам расскажет поэтесса Мария Затонская Сюжет произведения разворачивается вокруг жизни художника Чарльза Стрикланда Сначала мы знакомимся с ним как с биржевым брокером Он почтенный семьянин с двумя детьми Его жена устраивает светские обеды со сливками общества Они рассыпают пустые шутки, пустые улыбки И все это выглядит сплошной иллюзией и лицемерием И в какой-то момент все в жизни Чарльза Стрикланда и его жены переворачивается Он сбегает в Париж Здесь опять-таки на первый план выступает лживость общества Потому что миссис Стрикланд запаслась носовыми платками для слез Надела черное платье И выдает официальную версию побега Что муж сбежал с любовницей На самом деле Стрикланд сбежал, чтобы заниматься искусством Оно как раковая опухоль засело в нем Никто от него этого не мог ожидать Казалось бы, он выглядел скучным, занудным человеком Но его просто как будто переключило И здесь часто употребляется такое выражение Что в него вселился дьявол Как будто он бешеный Вот эти слова нанизываются одно на другое И здесь как раз-таки вот Луна завладела им Как лунатиком, как волки водят на Луну Потому что это что-то манящее, таинственное Распирающее изнутри человека Зовущее его Удивительная история его творчества Начинается, можно сказать, на острове Таити Куда он отправляется После путешествия в Марсель Там он оказывается в первобытной среде Среди людей, которым тоже наплевать На социальные устои, естественно Они питаются со своего огорода Бегают полуголые Кушают плоды с деревьев И это настолько прекрасно И настолько для него уютно Он оказывается дома Он женится на Таитянке У них рождаются дети И самую прекрасную картину свою Он создает на стенах хижины своей Которую завещает сжечь после своей смерти И здесь каждый должен прочесть сам Потому что мы сталкиваемся с таким поворотом сюжета Который нужно пережить каждому читателю Заканчивается книга Противопоставлением его двух сыновей Один рожденный в светском обществе И один рожденный на острове Рожденный в светском обществе Стал пастором Рассыпает прописные истины Учит других жизни Он такой надутый, напыщенный, неприятный И все, что он говорит Это настолько нелепо и неуклюже Под видом умности и авторитета И второй сын Как рассказчик узнает Он стал моряком Вот хотела бы как раз прочитать Сам не знаю почему Я вдруг подумала о сыне Стрикланда и Аты Мне говорили на Таите Что он веселый и приветливый юноша Я словно воочию увидел его на шхуне Полуголым, только в коротких штанах День у него проходит в труде А ночью, когда шхуна легко скользит по волнам Подгоняемая попутным ветерком Матросы собираются на верхней палубе Покуда капитан с помощниками Отдыхает в шезлонгах Попыхивает трубками Он неистово пляшет с другим юношей Подвизгливые звуки концертина Над ним густая синева небес Звезды И сколько глаз хватает Пустыня Тихого океана И здесь мы видим противопоставление Настоящего, свежего, счастливого, прекрасного И искусственного Светского буржуазного общества Поэтому я считаю, эта книга Просто открывает в человеке Какие-то новые границы Она вдохновляет Поэтому Сомерсет моем Луна и грош Рекомендую